Ребят Привет, проведу коротенький эфир Я, как обычно, в пути Дайте знать, пожалуйста, как меня слышно Напишите, чтобы я уже понимала, что Сердечки вижу И еще как слышно Очень важно мне Понимать Хорошо, все, отлично Да, и все, я уже, по-моему, на ютубе запустилась Порядок Все, клево Ребят, ну сегодня я хотела затронуть такую тему Радость не в радость Она не просто так пришла Это тема, естественно У меня недавно закончились марафоны по депривации сна И по возможности меня Это как раз те марафоны, где мы прорабатываем не только, конечно же, жизнь без сна Что это такое, что дает это Как управлять своим аватаром Но и возможности меня, где мы очень глубоко прорабатываем себя Потому что, как я уже говорила У нас в этом мире нет вообще ничего, кроме нашего белкового тела Кроме нашего физического тела Все остальное, это наши дети, наши мужья, жены, близкие, любимые Какие-то материальные вещи Это все не наши Это все игры нашего воображения Как бы мы не думали, что это не так Это так Этого ничего не существует И если изначально я даже говорила Что у нас было несколько эфиров по деньгам И тогда мы с вами обсуждали Что такое деньги Нужны ли они Как к ним относиться И на тот момент я не буду всю тему пересказывать Она где-то есть, сохранена в эфирах Что деньги это мы придумали И когда мы начинаем зарабатывать деньги Это становится неестественным процессом Потому что нельзя заработать то, что есть уже То, что изобретено нами То, что есть у нас И когда мы идем на зарабатывание денег Мы идем всегда в разрез себе Мы никогда не чувствуем этой удовлетворенности Что бы с нами ни происходило Но когда мы идем на проработку На раскрытие себя То, что я люблю То, что я люблю заниматься каким-то делом Вот тогда вся наша реальность Которую мы создаем вокруг себя Только мы Она тогда уже идет на полностью На благость нашего мира То есть, когда я иду к самой себе Весь мир выстраивается под меня И тогда у меня реализуются те блага Которые нужны мне Их не будет никогда Ни больше, ни меньше Их всегда будет только в том количестве Которые мне нужны Для реализации Для самореализации самой себя Привет, Марь Ну, у нас сегодня тема другая У нас сегодня все же тема Радость не в радость Да, это не просто так И У нас была такая тема И у меня одна из участниц Сказала Вот я делаю вот такие вещи Я езжу на такие-то тренинги Я хожу по таким-то ретритам Но все равно я не испытываю радости У меня, говорит Я как-то до нее добраться не могу И посмотрите У кого Кто может сказать Что он радуется жизни Что у него есть радость в жизни Во-первых, это Если мы себе начнем признаваться по-честному То это очень маленький процент людей Которые говорят Да, у меня есть радость Вот я весь такой Я живу в радости, в счастье А когда Ты Начинаешь разбираться Что для тебя критерии радости То у тебя оно как будто Как облачко начинает Растворяться И ты не можешь интерпретировать То есть получается, что ты врешь сам себе Потому что ты все время бежишь за радостью А что такое радость? И я как-то в чате в нашем, в большом Да, задала ребятам вопрос Ребята, что для вас есть радость? Но не действие Действие — это абсолютно про другое И начали говорить там, писать такие Что радость — это вот Это благость Это какое-то Когда у тебя Дух единения Когда у тебя Ну, в общем, много-много-много всего Что никаким образом Не касается радости Вернее, если быть честными То смотрите Когда мы говорим, что такое радость Мы собираем как будто бы букет И мы вот такой вот букет Собираем себе И туда входит там Благость какая-то Улыбки Какая-то там Отдача Принятие Умиротворение Свет какой-то Вот Эмоции какие-то определенные И ты собираешь вот такой вот Огромный букет И из этого букета Ты только Когда у тебя собран Ты можешь сказать Вот это радость То есть одним каким-то восприятием Ты его не можешь никак донести Ты его не можешь описать И у каждого этот букет Абсолютно свой И каждый идет к радости К своей Но по факту Почему мы все время идем В неудовлетворенном состоянии Потому что радости Как таковой Ее не существует Есть единая Есть любовь И когда у нас Любовь Это есть основа всего На чем все держится Если нет вот этой вот любви К самому себе В первую очередь То радость Жить как хочется Но это ты говоришь Про действия Радость жить как хочется Это обкакаться На остановке Когда я хочу в туалет Это про радость Видите как Любое Что бы вы ни сказали Это никакого Ассоциативного ряда С радостью не будет Это ваши Какие-то восприятия На данном этапе Вашего существования Что для вас Сейчас Важно То есть вы сейчас Живете не как хотите Поэтому вы говорите Радость Это жить как хочется Потому что вы Не живете как хочется Мы Вот что такое Радость жить как хочется Это когда ты четко знаешь Как не хочется И после этого Ты говоришь А вот здесь вот Я хочу как хочется Только на фоне Не хочется Ты можешь определить Как хочется Понимаешь В каких ты качелях Зависла И вот эти вот качели Ты здесь поставила Радость Которую интерпретировать Не можешь Что это такое И мы получается Бежим в свою жизнь К радости К тому Чего не существует Потому что мы Бежим к тому Что мы не понимаем И это называем Радостью И почему мы Добежать не можем Потому что мы Не знаем Куда бежим Мы не знаем К чему мы идем Мы не знаем Какое это Какое это Должно быть То То состояние К чему мы идем А по факту Куда мы идем Жить как хочется Да А по факту Смотрите Есть же подпункты Каждого Каждого Конечного Этапа Маленьких Конечных этапах И же много Как лесенки И вот Жить как хочется Жить как хочется Это скорее всего Чаще всего Воспринимается Ты если что Подправь меня Маш Жить как хочется Это Когда у тебя Умиротворение Когда у тебя Когда у тебя Какое-то Разливание Благости В теле Да Когда у тебя Нет каких-то Гонок Зачем Либо За кем Либо За какие-нибудь Высказывания Либо еще Вот хоть зачем Это всегда Состояние Умиротворения Которое Мы стремимся А что такое Состояние Умиротворения Состояние Умиротворения Это когда Ты находишься На грани Вернее Когда у тебя Грань Стирается Между Жизнью И смертью И ты Получается В большей степени Если мы говорим О среднестатистическом Состоянии Жизни То мы Впадаем Как бы В такой Ванабиоз Смерти И вот это вот И есть Такое Ровное Состояние Такой Благости Она Не та Благость Про которую Вы думаете Что все Бурлит И все Так Замечательно И ты Такой Весь Искрящийся Искрящийся Блаженством Какой-то Свежестью И Всеми Красками Играет Жизнь Нет Эта Благость Она Абсолютно Другая Благость На фоне Жизни Абсолютная Смерть И когда Вы приходите К этой Благости Вы уже Обратно Возвращаться Вам не Хочется И все Ваше Существо Все Ваше Нутро Пытается Не прийти К той Благости Которая Есть Истинная Благость И поэтому Мы себе Придумываем Различные Методы До которых Нельзя Добежать До которых Нельзя Дойти До которых Нельзя Насладиться Потому что Пока мы К ним Идем Мы чувствуем Свою Жизнь Пока мы К ним Идем Мы чувствуем Вот в этом На этих весах Хорошо Плохо Мы чувствуем Себя Мы чувствуем Когда мы Живем Потому что Жить Мы начинаем Всегда После Плохих Моментов Мы очень Любим Плохие Моменты Плохие Моменты Нам Всегда Показывают А вот Это Хорошо И мы Когда В это Впадаем Из одного Состояния В другое Мы чувствуем Что мы Живем И поэтому Мы придумываем Себе Различные Различные Пути К чему Либо К той же Радости Потому что Мы до нее Никогда Не дойдем Потому что Радость Это не Единое Букет Чего-либо И если В этом Букете По каким-то Причинам Не хватило Какого-то Одного Цветочка То это Уже Не радость И ты Дальше Идешь И твоя Жизнь Такая Жизнь Она Продолжается Потому как Когда ты Доходишь До этого Состояния Благости До этого Состояния Умиротворения То Что Тогда Остается Там Когда ты В состоянии Умиротворения Все То Что Было Там Эти Игры Уже Неинтересны Ты Выходишь Из Определенного Матричного Слоя И когда Ты Идешь На Следующем То Смотрите В нашей Плотности Есть Несколько Матричных Слоев И мы Крутимся На Одном Слое Потом Переходим На Другой Кто-то Говорит Что Повышение Вибрации Кто-то Говорит Что Там Осознание Пробуждение Просветление И Вот Такими Кружочками Мы Подходим К Определенному Выходим В определенной Плотности В матричных Кругах И Когда Мы Доходим До Крайнего Пласта Матричного В этой Плотности Мы Спокойно Можем Перейти Уже В другую Плотность Но Чем Больше Мы Поднимаемся Про Другую Плотность Мы Пока Не Будем С Говорить Но Пока Мы Поднимаемся По Этим Матричным Кругам Когда Мы Стали На Круг Выше На Следующую Матричную Платформу То Что Было Там Нам Уже Не Интересно Нас Это Уже Не Возбуждает И Чем Больше Мы Выходим На Матричные Пласты Чем Выше Мы Становимся Тем Не Интереснее Нам Становится Та Жизнь Где Есть Все Эти Краски Да Мы Понимаем Что Эти Краски Особо Не Скрашивают Этой Игры Но В этих Играх Мы Чувствуем Себя Живыми А Чем Выше Мы Поднимаемся Тем Больше У Нас Уходит Все Тем Больше Мы Понимаем Что У нас Нет Ничего Тем Больше Мы Понимаем Что Я Есть Ничего Мы Даже Затрону Маленький Кусочек Прям Совсем Крохотный Не буду Эту Тему Сейчас Поднимать Даже Сон У нас Нет Сна Не В смысле Депривации Сна Депривация Сна Это Вообще Не Про Это Одна Из Игрушек Где Исполнение Желания Еще Что Про Это Мы Тоже Можем Потом Поговорить Как Это Исполняется Желание Что Такое Депривация Сна Но Я Говорю Про Другой Сон Когда Вы Четко Понимаете Что Что Такое Сон Ведь Вы Можете Ощутить Что Вы Спите Только Тогда Когда Вы Можете Себя Интерпретировать Со Своим Физическим Телом Потому Что Такое Я Во сне Там Тоже Я Там Тоже Я Но Без Своего Физического Белкового Тела И Когда Я Пробуждаюсь Почему Я Понимаю Что Я Проснулся Потому Что Я Начинаю Себя Интерпретировать С теми Вещами Которые Мне Знакомы Комната Знакома Меня Позвали Моим Именем И Тогда Я Себя Интерпретирую С Этим Белковым Физическим Телом Но По факту Я Была Что Во сне Что Здесь Но Пока У меня Есть Интерпретация Моего Белкового Тела Вот До Этих Пор У меня Есть Сон Как Только Я Понимаю Что Я Есть И В той Плотности И В той Плотности И Мое Белковое Тело Это Не Я Но Это То Что Принадлежит Мне Тогда Грань Между Сном И Явью Она Точно Так Ж И Я Это Не Есть Белковое Тело Это То же Самое Когда Стирается Грань Между Жизнью И Смертью Нет Смерти Нет Жизни Нет Жизни Нет Смерти Есть И Жизнь Есть Смерть Все Как Есть Так Этого И Нет И Вот Эти Вот Когда Осознание Приходят Они Осознание Приходят Не На Уровне Ума Ведь Мы Очень Часто Не Прийти К Пробуждению Почему Не Потому Что Просветлению Я Путаю Эти Названия Не Потому Что Мы Что То Там Не Допоняли Не Съездили Еще На Какой То Дополнительный Ретрит Не Прослушали Какого То Очередного Гуру Или Еще Кого То А Именно Потому Что Мы Очень Часто Не Можем Воспринимать Информацию Просто Как Информация Мы Очень Часто Воспринимаем Ее Через Интерпретацию Событийного Ряда И Когда Мы Ее Воспринимаем Через Интерпретацию Событийного Ряда Мы Это Можем Сделать Только На Уровне Своего Сознания Своего Сознания Того На Котором На Том Уровне На Котором Я Нахожусь А Нужно Нам Просто Принять Информацию Так Как Она Льется Вот Когда Идет Когда Течет Река Вы Не Включаете Какие Логические Процессы Как Она Течет А Как Она Сейчас Шумит А Через Минуту Как Шумит Когда Идет Дождь Вы Тоже Просто Его Слушаете И Когда Вы Начинаете Слушать Например Кого Либо Либо Себя И Вам Это Ложится На Душу Уберите Интерпретацию Чего Либо Просто Попробуйте Быть В Этой Информации И Когда Вы Просто Начинаете Быть В Этой Информации Вы Тогда Поворачиваетесь К Тебе К Себе Вы Слышите Себя И Вам Тогда Уже Вы Тотально Понимаете Я Есть И Это Уже Другие Состояния Другие Ощущения Это Как Восхождение На Вершину Чем Выше Поднимаешься Тем Больше Открывается Нового Интересного Красивого Не Всегда Это Мы Так Привыкли Видеть Что Нам Как Будто Нам Что Открывается Еще Более Красивое Ты Уходишь В Другие Миры Я Бо Так Наверное Сказала Потому Что Красивое Красивое Ты Можешь Увидеть На Фоне Некрасивого Интересное Ты Можешь Увидеть На Фоне Не Интересного И Новое Ты Увидишь На Фоне Старого А Я Говорю Когда Вы Выходите Из Этой Матрицы Из Матрицы Плюс И Минус Хорошо И Плохо И Вот Когда Вы Выходите Из Этой Матрицы Тогда У Вас Просто Становится Жизнь Она Не Может Быть Красивой Или Некрасивой Она Не Может Быть Интересной Или Действительно Очень Сложно Описать Когда Ты Не Побывал В Этом Состоянии Я Конечно Буду Пробовать В Дальнейшем Рассказывать Как У Меня Это Будет Получаться Но Это Немножечко Про Другое И Вот Когда Мы Идем Все Выше И Выше Красивее Красивее Интереснее Интереснее Мы Пока Еще Ходим По Кругу Этой Матрицы А Когда Мы Выходим За Это Про Другое Здравствуйте Посоветуйте Выключи Очень Интересно Да Я Есть Да Вот Так Вот Ребят И Еще Я Знаете Что Хочу Хочу Вас Немножко Больше Погрузить Наверное Не просто Очень Сложно Понять Разговоры Когда Все Время Включается Ум Постоянно Идет Как Ты Хочешь Что-то Понять Через Состояние Ума И Я Попробую Вам Все Таки Сделать Это По Другому Я Попробую В этот Раз На Ретрите Да Это Только Лично По Видеосвязи Это Не Получается К сожалению И Я Попробую На Вот Который У меня Будет Следующий Ретрит Он Я Планировала Его Провести В Марте Февраль Март Но Если Будет Много Заявок То Я Еще Наверное Сделаю Его В Феврале В Начале Февраля И Там Там Я Приглашу Шамана Да Которые Истинного Шамана Вот Сейчас Я веду Переговоры Почему Шамана Потому Что Я Все Таки Сейчас Придерживаюсь Сейчас Придерживаюсь Пока Что Если Уж Нам Дано Это Белковое Тело И Через Него Мы Познаем Мир И Так Как Я Уже Сейчас Абсолютно Точно И По Ребятам По Многим И По Людям Которые Исцеляются Когда Мы Идем В Клетку Да Исцеляются И Есть У меня В моей Копилочке Случаи И Раковых Больных Трое Человек И С другими Заболеваниями Которые Исцелились При Входе В Клетку И Сейчас Я понимаю Что Войти В Клетку Это Не Просто Вход То Смотрите У нас Есть Вибрационное Поле И Вибрационное Поле Оно Звучит По Разному И У каждого Есть Своя Вибрация Вот И Есть Вибрация Земли И Если Вы Посмотрите Какие Либо Как Человек Говорит Вот Бывает Что Один Тот Человек Говорит Одну И ту Же Например Одну И ту Же Информацию Вот Один Заходит Вам А Другого Вы Не Слышите Это Как Раз Говорит О том Что Вибрационное Поле Разное И Мое Вибрационное Поле Оно Если Так Образно Говорить Оно Они Меня Не Я Через Них Многие Вещи Не Могу Прочувствовать И Я Сначала Не Могла Понять Почему Вот Многим Нравится Я Не Могу Через Прочувствовать И Когда Мы На Аппарате Померили Вибрационное Поле Чаш И Вибрационное Поле Моего Голоса У Меня Получается Что Мой Голос На Примерно Плюс Минус Частотах Вот Этих Чаш И Именно Поэтому Что Некоторые Люди Через Вот Эти Чаши Входят В Определенные Состояния Я Не Могу Войти Потому Что У Меня Плюс Минус Один И Тот Ж Как Он Называется Вот Эти Волновые Вибрации Но Я Могу Войти В Определенное Состояние А Если Я Могу То Значит И Со Мной Люди Могут Войти Через Бубны То есть Бубен Но Их Очень Много Сразу Расскажу Вот Они Очень Разные Вот И Через Определенные Бубны Из Посвященных Шаманов Они Могут Делать Вот Эти Порталы К Самому Себе И Через Эти Бубны Я Могу Вводить Человека В состояние Себя Не В гипнотическое Состояние Не Путайте Это Не В гипноз Где Я Что Буду Тотально Погрузиться В себя И Увидеть Увидеть Прочувствовать И Начать Перестраивать Свою Генетическую Структуру Внутри То есть Чистить Ее И Как раз Вот это Вот Я хочу Сделать На Следующем Ретрите Если Будут Какие-то Вопросы Я Пока Это Сформировать Не Могу У меня Прям Вот Четко Я Пока Вам Что Пишите Спрашивайте Если Кто-то Какие-то Будут Желания Пожелания И Желания Вот То Конечно Я Буду Вас Отдельно Уже Смотреть Сколько Человек Готов Потому что Это Это Непростой Это Будет Непростой Ретрит Не Каждый Готов Наверное В себе Что-то Менять Потому что Наши Болезни Я уже Повторяла Наши Болезни Наши Недуги Наши Какие-то Задачи Вопросы Которые Мы Не Можем Решить Не Потому что Мы Не Можем Решить А Потому что Мы Не Понимаем Что Мы Будем Делать Без Них Если Их Не Будет Что Тогда Чем Я Займу Это Место И Действительно Очень Многие Не Готовы От Этого Уходить И Если Вы Все Таки Решили Поменять Себя В Это Достаточно Глубокая Работа Потому что Представляете Вот вы Уезжаете Одним Человеком А приезжаете Абсолютно Другим Вам К себе К другому Нужно Привыкнуть Во-первых Вам Научиться С собой С новым Жить Вашему Окружению Вашим Близким И Это Достаточно Глобальная Работа Если Вы Готовы На Такие Большие Перемены То Давайте Вот Ребятки Если Есть Еще Вопросы То Позадавайте Если Нет Вопросов То Я Тогда Двигаюсь Дальше Вот Ну И Конечно До Нового Года У Меня Сейчас Вот Вчера Закончились Марафоны Как я Сказала Да И У меня Появилось Свободное Время То Я Могу Взять Кого На Индивидуальные Проработки На Консультации И На Индивидуальные Ретриты Я Могу Взять Успею Взять Двух Человек Наверное Не Больше Вот Поэтому Если Кому То Интересно То Конечно Пишите Я Вас Жду Пишите В Телеграм Вот У У У меня В Телеграме Очень Легкий Ник Лафлана И Я Отвечу Я Как Правило По Ночам Отвечаю Днем Не Всегда Есть Время Поэтому Пишите Вот А Вопросов Больше Нет Если Что-то Ребят Непонятно Давайте Обязательно Обратную Связь Чтобы Я Понимала Как Я Еще Могу Расскрыть Эту Тем Потому Что Иногда Я Вижу Что Я Говорю Об Одном А Мне В Комментариях Пишут Вообще Про Другое Про Что Я Даже Не То Что Не Упоминала У меня Даже В Мыслях Такого Не Было Я Понимаю Что Я Что То Как То Не Не Совсем Корректно Донесла Вот И Поэтому Если Есть Какие То Вопросы Если Есть Какие Замечания Не Стесняйтесь Конечно Пишите Потому Что Это Я Все Говорю Для Вас Точно Так Как И Для Себя Всех Обнимаю Всем Огромное Спасибо Что Были Со Мной И До Следующего Вторника Следующий Вторник Если Ничего Не Произойдет Каких Нибудь Форс Мажоров То Я Опять Буду С Вами Все Всех Благодарю Всем Спасибо Всем Пока